По кубинским деревням уже полвека ходят слухи, что Фидель Кастро обладает тайным могуществом. Президент и отец нации от рождения под защитой могущественного языческого бога Аягуна. Знахарки, с которыми была хорошо знакома мать Фиделя, в детстве заговорили его от всех опасностей. Это был тайный древний ритуал. С тех пор никакие враги Фиделю не страшны. Его нельзя обмануть, его нельзя убить. Пули врагов отводит особый амулет – личный дар верховной жрице Вуду с острова Гаити. Так, во всяком случае, уверяют на острове многие. По свидетельству Хавьера Эстелана, первого начальника личной охраны Фиделя, за исполнением магических ритуалов шеф замечен не был, даже в самых критических ситуациях. Относительно всякого приписывания к сверхъестественным силам, да тем более языческим богам, я никогда этого не слышал. Николай Сергеевич Леонов, генерал-лейтенант госбезопасности в отставке, бывший начальник аналитического управления КГБ СССР, первый переводчик Фиделя Кастро. Потому что Фидель сам, во-первых, христианин, католик, он воспитывался в католических колледжах всю жизнь, поэтому к языческим культам у него просто не могло быть никакой привязанности. Семья его, имеется в виду мать, отец, это тоже были очень такие твердые верные католики. Поэтому там просто места не было ни для каких языческих ни мифов, ни привязанностей. А имя, которое называют, на Кубе вообще языческих верований, кроме тех, которые привезены неграми из Африки, не существует, насколько я знаю. Потому что коренное население практически исчезло. А уж эти негры, привезенные из Африки, да, у них есть свои культы, своя, так сказать, мистика, но никогда к Фиделю это не приклеивалось. В июне 2007 года ЦРУ раскрыло очередную порцию секретных материалов. Достоянием общественности стали ранее неизвестные факты деятельности американских спецслужб. Большая часть рассекреченных материалов посвящена Фиделю Кастро и Кубе. Неустанная творческая деятельность американской тайной агентуры против Фиделя беспрерывно велась более 30 лет. Годы безуспешных попыток ЦРУ умертвить команданта обошлись этому ведомству в 120 миллионов долларов. Фантастические изобретательные специалисты так и не смогли покончить с кубинским лидером. В лучшем случае покушения просто проваливались, в худшем становились очередным анекдотом. Снайперы мистическим образом исчезали с места атаки. В бомбах ржавели часовые механизмы. Яды разлагались. Особенно обидны были провалы в элементарных, но всегда действенных кулинарных покушениях. Фиделио пытались подсыпать яд в салат из помидоров. Затем в бутылку с ромом в велицианистый кальй. Пропитались трехнином банановый пирог. Объяснение для недовольного руководства всегда было одним. Фидель чудом избежал смерти. Лишь потом в ЦРУ узнали, как виртуозно их дурачила кубинская разведка. Большинство руководителей спецслужб сходятся во мнении, что на сегодняшний день Фидель Кастро самый охраняемый политик в мире. Конечно, охрана Фиделя очень хорошая. Я ничего не могу сказать. Это одна из лучших охран, которые существуют у главы государства. Во-вторых, Фидель все-таки ведет специфический образ жизни, напоминающий все равно в большой степени манеру поведения партизанского вождя. Скажем, личные дома, места, где он находится в какое-то длительное время на Кубе, их мало кто знает. Где он находится, где он ночует в данный момент. Он никому не говорит о своих маршрутах передвижения, кроме самых близких, доверенных людей, которые действительно в курсе его передвижения. Так что он бережет себя и правильно делает. Кубинские граждане относятся к полной секретности вокруг личности своего лидера с пониманием. На вопрос, где живет Фидель, с хитрой улыбкой отвечают. Дом Фиделя вся Гавана и вся Куба. Учитывая практически нулевую возможность провести теракт на Кубе, для последнего решающего удара избрали его посещение Панамы. В 2000 году там проводилась ибероамериканская встреча в Верхах. Во время выступления кубинского президента в университете под трибулой оратора должна была сработать мощная бомба. 90 килограммов взрывчатки не оставляли Фиделю никаких шансов на выживание. Кубинские спецслужбы сумели предотвратить теракт и сообщили об этом Панамцам. Заговорщики были арестованы прежде, чем успели заложить бомбу. Полностью снаряженная адская машина была обнаружена в их автомобиле. Это было последнее громкое покушение на Фиделя Кастро. Террористы – шесть кубинских эмигрантов. Руководитель Луис Посада Карилес, человек на Кубе известный. За 25 лет до ареста в Панаме он участвовал во взрыве кубинского самолета. Тогда погибло 73 человека. За это преступление Карилес был осужден и в Венесуэле посажен в тюрьму. Бежал из заключения, переодевшись сутану священника. За попытку покушения на Фиделя Кастро суд Панамы приговорил Карилеса к 8 годам тюрьмы. Его сообщники получили сроки от 4 до 8 лет. Три года спустя, при передаче власти новому главе государства, все они были помилованы экс-президентом Панамы Миреи Москосо. Правительство Кубы, конечно, увидело в этом руку Вашингтона и не упустило возможности с чувством покритиковать Соединенные Штаты. Необъяснимый полумистический образ бессмертного кубинского диктатора заставлял его цивилизованных врагов искать новые, даже экзотические пути его уничтожения. Изобретатели с большими годовыми окладами ломали головы над созданием уникальных сюрпризов для Фиделя. Из спецлаборатории выходили изделия высочайшего технического и художественного качества. Для журналиста-диверсанта была предназначена шариковая ручка с отравленными иглами. Она должна была поставить в жизни Кастро жирную точку. Не удалось. Тогда мысли сотрудников ЦРУ были направлены в прямом смысле в глубину проблемы. Была изучена акватория, где Фидель плавал с акваланга. Как любитель подводной охоты, он не мог не обратить внимания на крупного омара. Предварительно морского рака набили взрывчаткой и должны были подбросить на возможном пути аквалангиста. Потом была изготовлена мощная мина, замаскированная под моллюска с необычайной окраской. Выделяясь на морском дне, моллюск, конечно, привлек бы внимание пловца. Труды сотрудников ЦРУ пропали даром. По разным причинам, в том числе благодаря усилиям кубинской разведки, теракты не состоялись. Из рассекреченных покушений известна история о летчике Камикадзе. Воздушный АС был нанят за 2 миллиона долларов для управления самолетом, который был набит взрывчаткой. Его задачей было в назначенное время врезаться в окно кабинета Кастро. Успешно были решены все технические вопросы. Самолет «Сесна» готовился к полету. Под предлогом крайней нужды в деньгах для своей семьи летчик-самоубийца потребовал вперед половину гонорара. Отказать патриоту не смогли. Он получил аванс в миллион долларов и, видимо, решил, что при таких деньгах грех не пожить. При выдаче аванса агенты ЦРУ видели его в последний раз. Подготовка теракта с использованием химического элемента талия полностью была основана на его специфическом токсичном действии. Шпионы пытались подсунуть Фиделю стельки для ботинок, пропитанные этим веществом. По изуицкому замыслу идеологов операции, от этого яда у Фиделя выпадет борода и вообще все волосы. Его внешность станет отвратительной, начнутся изменения психики, он потеряет свою популярность у женщин и, скорее всего, в порыве отчаяния покончит с собой. По-настоящему творческий подход к делу. Но замысел был раскрыт, а Фидель остался при бороде и при шевелюре. Подробности малоизвестных покушений на Фиделя власти Кубы держат в секрете. Факт раскрытия покушений, как правило, признается, но его механизм разведка не разглашает. Охрана Кабалия держит язык за зубами, но позволяет себе пошутить, что гораздо меньше проблем от подосланных убийц, чем от женщин, пытавшихся пробраться в команданта. А многие из тех, кто покушался на него, не агенты спецслужб, а мужья, которым он наставил рога. Личная жизнь кубинского вождя засекречена давно, поэтому местный обыватель черпает новую информацию о Фиделе и членах его семьи из зарубежных откровений бывших кубинцев. Большим доверием пользуется книга его дочери Алины. Обида на отца, отвергшего любовь ее матери на Тира Уэлта, сохранилась на всю жизнь. Это видно даже по названию книги. «Дочь Кастро. Воспоминания изгнанницы». Это явное авторское преувеличение. Изгнанницей Алины никогда не была. С Кубой она рассталась по собственной воле. По ее признаниям, поводом к этому послужили напряженные отношения с отцом. Я постоянно ощущала, кто-то прослушивает телефон. А потом начались намеки, что мои антисоциалистические заявления закончатся психушкой. И я решила бежать. Алина, то, что я знаю об Алине из других уст, это одна из побочных дочерей его. Очень трудная девочка. Ее пытались учить. Она дважды, так сказать, поступала в высшее учебное заведение. Ни одной из них не закончила. Она была профессиональной моделью. Но потом годы-то идут, уже сороковка наступила, уже модель-то не годится. Просто она не могла найти себе применение в такой нормальной общечеловеческой жизни. Поэтому то, что она бежала с Кубы и стала дальнейшую свою жизнь обеспечивать публикациями против отца, против Кубы, это понятно. Потому что предателю больше или бежавшему не на что жить. Она же ничего не умеет делать. Я никогда не слышал о том, чтобы они поддерживали какие-то отношения после этого. Побег Алины с Кубы произошел в 1993 году. Цитата из ее книги. Я хорошо знала систему пограничного контроля и чувствовала, что могу ее использовать. У меня был фальшиво-испанский паспорт. Я говорила с кастильским акцентом. Кроме того, к тому времени я прибавила в весе несколько килограммов. Была дорого и стильно одета. По всем этим причинам никто из пограничников меня не узнал. Я спокойно улетела в Мадрид. Фидель был в ярости. На следующий день весь персонал аэропорта был арестован. Он не мог слышать имя дочери. И запретил о ней всякое упоминание в своем присутствии. А дочь поселилась в Испании. И то, о чем иногда прежде думала, стала говорить вслух. Что не разделяет любовь огромной части человечества к своему отцу. Что никогда не была под его обаянием. Это не мой банкет. Вот ее слова. По биографическим заметкам Алины, кроме официальной жены Мирты и матери Алины, Натира Войлты, у Фиделя Кастера было еще две женщины, о которых можно говорить как о спутницах жизни. Селия Санчес. Ее знакомство с Фиделем состоялось в 1957 году. Она была старше на 5 лет. Невероятным образом в ней совмещались вера в революцию и вера в Бога. И то и другое было для нее свято. Худая, среднего роста, не красавица, но женщина с твердым характером. Она выполняла функции его личного секретаря, постепенно стала настоящей боевой подругой Фиделя. Селия была, наверное, единственной женщиной на Кубе, к которой Кастр прислушивался и относился серьезно. Лишь она из всего окружения могла сказать Фиделю, чтобы он не возносился, что в нем полно дерьма, и гордый Фидель терпел. У членов правительства она вызывала страх и ревность. От нее зависело многое. Они прожили вместе больше 20 лет, пока Селия не покончила собой. Даже здесь проявился ее твердый характер. Она по-мужски выстрелила себе в висок. Частную жизнь Фиделя обсуждали на Кубе всегда. И что характерно, с неизменной гордостью за своего лидера. Подавляющая часть женского населения вообще считает его эталоном всех мужских достоинств. Ходят истории, что у Фиделя было больше сотни любовниц, и от них рождено не менее 50 детей. Но никакие доводы о неуемном донжуанстве не могут сломить убеждения поклонниц, что в семейных коллизиях Кабалия, в переводе с испанского «конь», всегда поступал правильно. То, что он еще и герой, родной отец и мачо, само собой разумеется. Вообще Кабалия все равно, в любом варианте, в любом контексте, в любой испаноговорящей стране не является ни в коем случае каким-то, скажем, принижающим достоинством человека названием. Кабалия или жеребец, это действительно сильный, породистый, могучий, так сказать, заряженный энергией человек. Ведь Фидель не имеет равных себе. Даже в физических состязаниях, в охоте, в рыбалке, в чем бы ни было, с Фиделем соревноваться очень трудно. Ну, конечно, мы не говорим сейчас, когда человек уже пошел девятый десяток, когда он перенес тяжелую болезнь, а в те годы, когда появилось вот это название Кабани, с Фиделем действительно состязаться было нельзя. По части женщин, ну, чего будем лукавиться? Женщины с ума сходили о нем. И, наверное, он им отвечал такой же любовью. Ни одной женщине я не слышал, которая бы сказала плохо о Фиделе. А тут вот как не слышишь, Сильвана Помпанини, итальянская актриса, была влюблена по уши. Лола Бриджида приезжала специально и пропадала на несколько дней с Фиделем Кастро. Что мы будем говорить? Все звезды все время стремились познакомиться с ним. В своих мемуарах Алина упоминает Делиф Сото Дель Валье, женщину, ставшую матерью пятерых сыновей команданта. К своим детям Кастро, казалось, особого внимания не проявлял. Ему было достаточно, что они сыты, каждый получает паек, их опекает охрана. Но как только бывшая жена Фиделя Мирта вывезла маленького Фиделита в США, команданте поднял свою разведку в ружье. По его заданию, кубинские чекисты просто выкрали ребенка, и привезли на Кубу. Воспитанием сына Кастро занялся лично. Фиделита был женат на русской и под патронатом отца руководил на родине агентством по атомной энергетике. Историю с похищением своего первенца Кастро не забывал никогда. Он не простил этого Немирте ни Соединенным Штатам. Не исключает, что этот эпизод также послужил резкому ухудшению отношений с Америкой. Во всяком случае, с тех пор о примирении двух государств речи не идет. Фидель держит дистанцию и демонстрирует свою независимость при каждом подходящем случае. Фиделю не давали номера на всю делегацию кубинскую, которая приехала на сессию Организации Объединенных Наций в тех самых кварталах, где обычно селятся дипломаты и государственные делегации. Не давали. Но Фидель-то ведь не из тех, которые будет выпрашивать. Он действительно тогда отдал распоряжение купить палатки и разбить их в сквере около здания секретариата ООН. Конечно, сполошилось все руководство он. Как же так, это скандал будет? И тогда возник вот этот вариант, когда владелец гостиницы Тереза в Гарлеме, в негритянском квартале, который сказал, «Фидель, да я вам даю всей делегации бесплатно свой скромный отель в ваше распоряжение». И туда Фидель поехал. И там пошли митинги, пошли огромные скопления людей. И Никита Хрущев поехал туда приветствовать его. Но это в духе его. Оскорбить Фиделя, унизить тем, что вы ему откажете в гостинице, невозможно. Он их унизил, сказав, «Да, мы в палатке будем жить, мы партизаны». Димаш Фиделя в США вызвал восторг его почитателей. Коммунистические газеты писали, как он принимает в Гарлеме политических лидеров со всего мира. Никита Хрущев не скрывал поотечески доброго отношения к Фиделю Кастро. Правда и известия давали подробные отчеты об их встрече. Фидель был официально приглашен посетить Советский Союз. На московском радио зазвучали кубинские песни, стало модно носить бородку а-ля Барбудос. В СССР началась настоящая кубиномания. Фидель ехал из Иркутска в Братск на поезде, не предполагая никакой встречи в поселке Зима. И вдруг, я помню, вбегает встревоженный работник охраны и говорит, что путь перекрыт в земле. Что там собралась огромная толпа, которая хочет встретить и приветствовать Фиделя. Фидель вышел из вагона, открыл дверь в тамбуре и образовалась какая-то подобие трибуны, что он повыше других стоял. И он говорит, что у меня и речи нет, и микрофона не было. И тогда, конечно, он сказал, что, мужики, он был настолько тронут вот этой огромной, как море толпой людей, лесорубов там, охотников, которые собрались на этой площади, что мне показалось, что он был очень глубоко взволнован. И он бросил одну фразу, что говорит, да я не достоин этого народа. И он не знал, что делать, как реагировать. Он передал какой-то привет, но даже голос у него тут дрогнул в этот момент. И вот он достал из кармана несколько сигар, там три, по-моему, и передал их впереди стоящему человеку. А они в ответ, кто-то снял телогрейку, передали ему наверх сюда, говорят, Фидель, накинь на себя, у нас же холодно, Сибирь. И, конечно, это была очень трогательная эмоциональная встреча, не похожая ни на какие встречи государственных деятелей с простым народом. Советский Союз поразил Фиделя. Он искренне полюбил эту громадную заснеженную страну. В то же время не скрывал своего разочарования, когда сталкивался с откровенной показухой, открыто говорил об этом членам политбюро. После визита он твердо решил, Куба должна идти в будущее только по пути СССР. Жесткое партийное руководство страной он считал верным курсом. При этом категорически отвергал любые личные привилегии и следовал этому неукоснительно. Когда мы с Микояном первый раз в 60-м году прилетели на Кубу, и он нам говорит, что, ребята, нам надо ехать на рыбалку, чтобы добыть себе ужин. Микоян не поверил. А он говорит, есть нечего, если не поймаем рыбу, есть будет нечего. И мы поехали все на рыбалку, наловили рыбу, сами чистили, помогала тогда селья Санчест, и запивали просто минеральной водой и галеты сухие, которые были там у охраны. Так было в 60-х годах. Братские отношения между Кубой и СССР остались в прошлом. Мнение Фиделя о сегодняшней России однозначное. Россия – союзник США. Она разорвала все отношения и предала Кубу. Не могу употребить другого слова, хотя и не намерен обвинять никого из руководителей в частности. Это были плоды их ошибок и жалкого поражения в идеологической борьбе. Для таких заявлений у лидера кубинской нации есть, к сожалению, основания. Конечно, горечь у кубинских руководителей накопилась изрядная, и оснований для этого более чем достаточно. Что касается населения. Население было и остается очень близким по духу к нам. Очень близким. Во-первых, огромное количество специалистов, офицеров, которые здесь готовились. И они не могут забыть того времени, когда Советский Союз действительно оказывал огромную, прямо скажем, огромную помощь Кубе. И те годы они забыть не могут. Когда мы их просто выручали и поставками нефти, и поставками оружия, и поставками станков, автомобилей, или что угодно, продовольствия, удобрений. Мы же все это поставляли. Кубинское руководство тоже это не забыло. Они часто очень потом говорили, что мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела. Вы сами дадите им оценку, что у вас там происходит с перестройкой, с реформами, с вашими руководителями. Но мы всегда будем благодарны за ту помощь, которую Советский Союз, вообще народ, Россия, оказали нам Кубе в тяжелые, иногда безнадежные времена для нас. Поэтому доминирует на Кубе все-таки положительное отношение к России и к русским людям. Фидель не простил России унижений, на которые он вынужден был пойти для спасения своей страны. В самые трудные времена, в ожидании краха продовольственного рынка, его правительство дало распоряжение национальному телевидению разъяснять с экрана, как разводить кур на балконах. При всех своих странностях и причудах, о которых любят посудачить эмигранты, Фидель останется в новейшей истории одной из самых ярких политических фигур. Непостижимым образом он совместил в себе качество витающего в облаках романтика и реалиста. Как никто другой, он был способен абсолютно точно оценивать сложнейшие политические ситуации. И главное, он был способен их преодолевать. После развала Советского Союза Кастр проявил большую политическую изворотливость и признал рыночную экономику. Естественно, ведь Кубов стало перед проблемой выживаемости. Потому что, когда Советский Союз развалился, и все страны, бывшие социалистической ориентации, стали иной ориентацией, внешняя торговля Куба, которая на 80% была завязана вот на нашей рынке, она вся свернулась. Поэтому надо было выживать. Поэтому, конечно, какие-то меры невынуждены были пойти. Фидель потом впоследствии говорил, что то, что мы сделали в 90-е годы, превышает все наши заслуги в годы революции во время войны. То есть мы сделали больше героического, мужественного и разумного, нежели в те годы. Конечно, были либеризованы очень многие профессии. У нас список этих профессий нам больше 200. Это всевозможные вот вся сфера услуг, начиная с парикмахерские, переработка дерева, мебельщики, сапожники. Разрешены уже частные рестораны при условии, если ресторан обслуживается только членами семьи, чтобы не было эксплуатации чужого труда. Разрешены частные отели, если вы под них выделяете свой собственный дом или свою большую квартиру, если она вам позволяет. Очень многие западные туристы селятся в таких частных отелях. Так что, конечно, было разрешено свободно продавать сельскохозяйственную продукцию на городских рынках. Это принцип наш, когда продразвертка заменилась продналогом. Выполнила свои обязательства перед государством налоговые, остальное твое можешь продавать. Поэтому в Гаване, например, существует сейчас, что я знаю, более 40 рынков сельскохозяйственной продукции, где по свободным рыночным ценам вы можете купить все продукты питания. От мяса до зерновых, а уж фрукты, овощи, этого вопроса нет. Кастро удалось увеличить приток иностранных инвестиций. Но идеологию в свободное плавание он не отпустил. В школах до сих пор изучают работы Маркса, Энгельса, Чагевара и его собственные. Русский язык дети больше не учат. Перешли на английский. Громадными усилиями ситуация на Кубе была исправлена благодаря помощи новых союзников Венесуэлы и Боливии. Социализм на острове продолжается. Конституция определяет Кубу как социалистическое государство, а коммунистическую партию как ведущую силу общества. Первый секретарь компартии одновременно является президентом и премьер-министром. Все образование, включая университетское, для островитян бесплатно. Для детей от 6 до 16 лет школьное обучение обязательное. За здоровье граждан полную финансовую ответственность несет правительство. В 2001 году Куба обнародовала мораторий на высшую меру наказания. Смертная казнь сохранена для преступлений, связанных с использованием оружия. Проблемы наркомании не существует. У кубинцев наркотики не являются национальной проблемой. Счастье может быть в том, что это остров и в какой-то степени прямо скажем остров почти блокированный американцами, где наибольший разгул имеют наркотики. Мы даже изучали здесь вопрос о создании на Кубе больницы для лечения наркозависимых русских детей или подростков. Кубинцы готовы были оказать помощь. Извечен случай с Марадоной, который погибал от наркотика. Его спасла Куба, Фидель, которые привезли его на Кубу и по их разработанной методике они его лечили. У них нет национальной проблемы наркомании и наркотрафика. Потому что наказания за это дело очень серьезные. Очень серьезные. Известное дело, когда за торговлю наркотиками у них были расстреляны даже высокопоставленные чиновники МВД Кубы. Тут уже пощады не было. Потому что то, чем они занимались торговлей наркотиками, могло скомпрометировать не только людей, а в саму Кубинскую революцию и дать повод американцам для обвинения Кубов в наркоторговле. А это могло бы привести к серьезным последствиям. Переселение людей в Гаванну регулирует правительство. Это объясняется тем, что город ограничен в ресурсах земле, воде, электричестве, транспорте. Средний заработок на Кубе около 15 американских долларов. Американское правительство уже давно не надеется на скорпостижное избавление от Фиделя. Приходится смиренно ждать, когда он сам уйдет в отставку по состоянию здоровья. Последние 15 лет американская пресса убеждает читателя в существовании букета неизлечимых недугов, которые якобы обнаружены у Фиделя Кастро. Сколько в этом правды и сколько вымысла знает один языческий бог Айагуна. Из так называемых достоверных источников стало известно, что Фидель совершал секретный вояж в Египет. В клинике профессора Ахмета Шафика нейрохирурги убрали ему последствия кровоизлияния в мозг. Другое предположение у Кастро ишемия кишечника. Кроме того, у него возможно обширный цирроз как результат курения и употребления алкоголя. Врачи также не исключают наличие у Кастро рака толстой кишки. В целом заочный и главное предпочтительней для американского руководства диагноз скорая смерть. И все же американские медики признают, что не располагают достаточной информации, чтобы поставить точный диагноз. А от кубинских врачей, отвечающих за здоровье первого лица государства, добиться ничего нельзя. Все они под пристальным наблюдением спецслужб. Рассуждения о качестве кубинской медицины также не дают повода сотрудникам ЦРУ порадоваться близкому избавлению от зажившегося диктатора. Достижение своих медиков Кастро с откровенной издевкой использует в политических целях. Выступая по национальному телевидению, Кастро заявил, что Куба готова бесплатно сделать американцам 150 тысяч глазных операций. И если Белый дом на это не соглашается, значит, в Америке предпочитают, чтобы несчастные американские граждане оставались слепыми. С возрастом Фидель стал демонстрировать философское отношение к собственной смерти. Это событие интересует его лишь как фактор кубинской жизни. Он отвергает прогнозы о потрясениях, которые ждут страну после его смерти. По его словам, с военной точки зрения остров в безопасности. Нам не нужны новые самолеты. Мы делаем ставку на индивидуального бойца. У нас сотни тысяч бойцов и достаточно оружия. Осталось достичь экономической неуязвимости. Главной страной наступившего века Фидель считает Китая. Но жалеет, что стать свидетелем азиатского социалистического триумфа ему не придется из-за возраста. В то же время о возможных преемниках даже не говорит. Хотя летом 2006 года перед сложной операцией управление страной доверил своему младшему брату Раулю. Вообще в роду Кастро умирать не торопится. Отец Фиделя Анхель Кастро умер на 82 году жизни. Брат Рамон, который старше Фиделя, трудится на своей ферме. Сам Фидель тоже не позволял себе расслабляться даже в госпитале. Писал программные статьи для официальной кубинской газеты Грамма. И все же, что же будет с Кубой без Кастро? Тема, что будет без Кастро, она расхожа и, конечно, в каждой семье, в каждом учреждении, в каждой группе людей, она обсуждается, что будет после Кастро. Как после Сталина, я помню, у нас в России, а что будет после Сталина? У нас было коллективное руководство тогда объявлено. Может быть, что-то подобное будет и там. Не Фидель неоднократно говорит, что человек смертен, естественно. мы уйдем все. Но, на мой взгляд, как я знаю, кубинское руководство уже вырастило очень большую плеяду таких же решительных, энергичных, непреклонных людей. Непреклонных в смысле, что они будут защищать суверенитет и независимость Кубы, потому что это базовая ценность кубинской революции. Под небом Кубы витает беспокойство Островитян о возможных в скором изменениях в жизни. Появились настойчивые слухи о готовности членов семьи президента покинуть остров сразу после его смерти. Дальновидный Кастера якобы приобрел на имя своих родственников недвижимость в Чили и в Испании. Кроме того, многие из них имеют испанское гражданство и средствами на жизнь уже обеспечены. Эта информация явно подчеркнута из журнала Форбс. Он причислил президента Кастера к десяти богатейшим правителям мира. Его состояние журнал оценил в 900 миллионов долларов. Фидель заявил, что готов немедленно подать в отставку, если докажут, что он располагает счетами за рубежом хотя бы в один доллар. Верит ли обыватель в белые одежды своего старого вождя? Или боится его диктаторского гнева? Проверка подданных Фиделя на лояльность уже однажды была. Сотрудником ЦРУ Томасом Перроу был разработан план под названием «Уничтожение озарением». Через его тайных агентов вся Куба должна была узнать благую весть, что близко уже второе пришествие Христа, а Фидель антихрист. По единому сигналу должно было начаться восстание против ненавистного диктатора. Кубинцев благая весть не озарила и на битву с сатаной не сподвигла. Фидель оказался для них дороже. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова